Украина очень ответственно относится к соблюдению всех договорённостей. Мы делаем всё, что обещали. Тогда почему у вас установки ГРАД находятся там, где их не должно быть? Я цитирую доклад ОБСЕ двухдневной давности. Нет, да, нет, да, в докладе это сказано. Нет, да, системы ГРАД, ваши. Нет, мы полностью сотрудничаем с ОБСЕ. Да, они находятся там, где не должны быть. Нет, у нас есть длинный список докладов. И я ответственно заявляю, что мы выполняем все мелкие пункты соглашений. Значит, доклад ОБСЕ не точный? Нет, у нас нет ни одного пункта, который бы мы не выполнили. Тогда они ошибаются. Тим, пожалуйста. Но не могут быть одновременно правы и ОБСЕ, и вы. Тим, пожалуйста, если вы возьмёте доклады ОБСЕ о нарушениях украинской и российской стороной, то вы увидите, что Россия в 12-15 раз чаще совершает нарушения. Единственное прибежище Порошенко, ныне олигарх-президент, а ранее спонсора Евромайдана, ложь. Россия в принципе не может нарушать Минские соглашения, как их не могут нарушать Франция или Германия, поскольку эти три государства не стороны в переговорах, но равноценные гаранты соглашений между Киевом и Донбассом. А то, что Порошенко говорит о выполнении Киевом своих договорённостей, вплоть до мелких пунктов, то это уж точно не так, поскольку чуть ли не в каждом пункте там прямое взаимодействие с Донбассом. От нового текста Конституции Украины до согласования всего по местным выборам. Ничего подобного ведь до сих пор не происходит. В студии у немцев Порошенко попал как кур в ощупь. Пришёл расслабленным, словно карманным журналистом своего пятого канала в Киеве. На Deutsche Welle и это стало темой. Господин президент, Вы хотите показать, что начинаете новую эру, продемонстрировать открытость и прозрачность. Зачем президенту собственное телевидение, пятый канал, за который его же критикуют? Зачем, если уполномоченная по проблемам СМИ сказала, что господин Порошенко должен продать телеканал, что это её убеждение, что избранные политики не должны владеть СМИ и контролировать масс-медиа в стране? Это очень хороший вопрос. Вы обещали отличаться от других? Нет, нет, нет. Я никогда не обещал продать пятый канал. Вы обещали отличаться от олигархов, владеющих масс-медиа? Я другой. Но для чего он Вам? Вы же президент, у Вас другие заботы. Кто из президентов в Европе имеет свой телеканал? Послушайте, я гарант свободы слова в своей стране. И стандарты журналистики на пятом канале никто не критикует. Это опять ложь. Надо думать во имя достоинства и свободы. Но пойдём по фабуле интервью Тима Себастьяна дальше. Ещё один фрагмент. Порошенко как уш на сковородке. Вы ещё обещали избавиться от так называемых карманных армий олигархов. От правого сектора, добровольческих батальонов. А правый сектор никуда не делся, как и олигархи. А Вы обещали, что на Украине олигархов больше не будет. А они вполне успешно показали свою силу на местных выборах. Вы очень вольно трактуете мои обещания. Я не обещал уничтожать правый сектор. Это политическая партия. Но это ещё и боевое соединение. Разрешите, я закончу. Я обещал разоружить его и отвезти с линии фронта. И сейчас на передовой нет ни одного представителя правого сектора. И вообще это прерогатива полиции, а не президента. Разоружать и разбираться с любым незаконным вооружённым формированием. Кому бы оно ни принадлежало. Олигархам или незаконной военно-политической группе. Олигархические армии были разоружены. Но не армия правого сектора. В процессе разоружения это длительный процесс. Чушь. Вот только в пятницу пришла новость, что правый сектор объявляет мобилизацию. Предлог обострения на границе с Донбассом. Последний, кстати, факт. Это деревья. Я называю апокалипсом. И то, к чему стремится Украина. Она стремится уничтожить, а не созидать. Вот эти кадры Украина никогда не показывает. Война вернулась в Европу. Я никогда такого не видел. Это картина войны. Но нам война не нужна. Самый лучший путь – жить со всеми в мире. Мы ночевали в Горловке вчера и слышали постоянные разрывы, обстрелы. Или вот новость. Якобы неизвестные взрывают под Херсоном опоры высоковольтных линий, снабжающих электричеством Крым. Беглый крымский татарин, Ислямов, горделиво размещает в сети фото, взорванное в пятницу вышки, а под ним лозунг «Слава Украине! Слава крымско-татарскому народу!» А потом и сам с дружками позирует на месте преступления. Героям слава. И никого не посадит. Это же достоинство и свобода. Напряжение на линии 350 тысяч вольт. Ночью аварийные опоры украинские ремонтники были вынуждены обесточить, и Крым остался без электричества. Местная генерация на полуострове лишь 30%. Прибывшая на место подрыва нацгвардия при поддержке полиции натолкнулась на кордон патриотов Украины из числа беглых крымских татар. Слава Украине! Подтолкались, построились и разошлись. Ну и никто никуда не торопится. Хотя взорванные опоры в изговорительных лэб снабжали также Херсонщину и Николаевщину. Эти области Украины сейчас запитаны по очень ненадёжной резервной схеме. Ужас в том, что этой ночью в Херсонской области опять звучали взрывы. Валили уже повреждённые электроопоры. Замгендиректора Украинерго Юрий Касич комментирует сложившуюся на этот момент ситуацию так. Очень снизилась надёжность потребления электроэнергии в Херсонской и Николаевской областях. Возможно, подчеркиваю, возможно, каскадное развитие аварии, при котором будут большие неприятности для Херсонской области. Около 50% может быть обесточено.